Лишение водительских прав за неуплату алиментов Родители должны не пренебрегать правами своих детей, иначе их ждет ответственность. Если граждане перестанут оказывать материальную поддержку детям, последует лишение водительских прав за неуплату алиментов. С 2016 года в России активен закон, согласно которому граждан лишают возможности вождения за невыплату алиментов. Это новый действенный способ административной ответственности, вынуждающий родителя платить, некоторых он пугает больше, чем лишение родительских прав. К мере пришлось прибегнуть вынужденно, так как многие становятся злостными неплательщиками. По статистике, не меньше трети должников пользуются личными автомобилями на постоянной основе. А угроза лишения прав за алименты – это отличный стимул для плательщиков. Важно! Данная процедура не имеет ничего общего с арестом имущества, когда что-либо, принадлежащее недобросовестному гражданину, в последующем реализуют на торгах. В воспитании детей должны принимать участие оба родителя. Возможно ли отнять право за неуплату алиментов? Вопрос утвердительный, да, в 2018 году неплательщики алиментов могут оказаться без прав. Поводом для этого служит неисполнение требований по исполнительному документу. Законодательство подчеркивает, что лишить удостоверение гражданина могут только в определенных условиях. Во-первых, непогашение гражданина должно превысить 10.000 рублей. Если неуплата не достигла этой суммы, административная ответственность такого рода не последует. Во-вторых, если гражданин знает о существовании долга, но не предпринимает никаких действий. Только уважительная причина вроде болезни, материальных сложностей и иных обстоятельств позволит должнику избежать потери прав. Как говорилось выше, лишить удостоверения могут любого алиментщика. Запрет распространяется на все типы транспортной техники. Машина. Мотоцикл. Квадроцикл. Мопед. Самоходный транспорт. Воздушное судно. Плавучие средства. Так что угроза о запрете управления авто вполне реальна. Арест на право за алименты – это отличная практика, которая уже давно известна в странах зарубежья. Важно! Данный законопроект был принят 15.01.2016 года. Сразу началась активная практика. Действенность меры высока, так как более 60% мужчин являются действующими водителями, и они не хотят лишаться прав. Водители, которые дорожат правами, быстро найдут деньги. При каких обстоятельствах производится лишение прав? Автолюбители интересуют, за долги могут ли лишить прав. При наличии решения суда, у ответчика, имеющего родительский долг более 10.000 рублей, могут отнять право. Важно, чтобы не было противоречий пункта 4 статьи 67.1 номер 229 ФЗ, принять решение об ограничении на вождение автомобиля по алиментам может судебный пристав или взыскатель. По факту судебные приставы не проявляют самостоятельные инициативы. Обычно действует заинтересованное лицо. Важно! При отнятии удостоверения за нарушение обычно у водителя забирают документ. Его необходимо сдать работникам ГИБДД. Если не передать документ, не будет сокращаться срок лишения. А вот в случае отнятия документа за неуплату алиментов, все выглядит иначе. Неважно, где находится право водителя. Так как срок лишения выбирает сам водитель, чем дольше он не отдает долг, тем дольше он не сможет пользоваться правами. Зачастую должники даже не знают о том, что они лишены прав. Но встреча с сотрудником ГИБДД сразу меняет это положение вещей. Если есть право, не факт, что можно сесть за руль. Информация о водителе вводится в базу данных. При первой проверке такого гражданина отстранят от вождения. За алименты могут ли лишить прав? Теперь должники знают. На дорогах встречаются призывы об оплате долгов. Каким образом отнять водительские права у должника по алиментам заинтересованному физическому лицу поэтапно? Полезно знать, могут ли забрать право за долги по алиментам. Да, чтобы отнять у безответственного родителя право, заинтересованному гражданину необходимо провести ряд простых действий. Посетить ФСПС. Следует попасть к служащему, который занимается делом клиента. Важно посетить организацию в день приема, так как в другом случае работник может отсутствовать. Объяснить работнику суть проблемы, долг родителя равен 10.000 рублей и выше. Следует приложить заявление о привлечении алиментщика к ответственности. Образец можно позаимствовать там же. Заявление гражданина должно быть рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления. Должны быть приняты соответствующие меры. Сотрудники ГИБДД должны объявить управляющему автотранспортным средством о том, что он не может пользоваться машиной. Чаще всего водители пытаются быстро погасить алиментный долг. Но если ничего не произошло, заинтересованному лицу нужно еще раз посетить приставо, так как это может быть связано со следующим. Бездействие должностных лиц. Неизвестно местоположение должника и другие причины. Важно. Если в бездействии повинен пристав, необходимо написать на него жалобу руководителю. Если невозможно найти задолжавшего родителя, можно объявить его в исполнительный розыск. Приставы передают документы в ГИБДД, после этого гражданина лишают прав. Кого не могут лишить удостоверения. За алименты действительно лишают водительских прав на определенный промежуток времени, пока не будет закрыт долг. Законодательство подчеркивает, что есть случаи, при которых у отца из-за алиментов нельзя забрать водительское удостоверение. Пункт 4 статьи 67. 4 номер 229 ФЗ говорит о том, какие лица имеют право сохранить право. Удостоверение – это источник дохода, а отнять способ заработка нельзя. Сумма долга не достигла 10 000 рублей. Гражданин, имеющий задолженность, имеет возможность передвижения только на машине, так как транспортные средства в месте жительства. Ограничены, нельзя без проблем доехать до важных объектов – больницы, школы, магазины и т.д. Инвалидность у должника или у его иждивенца. Отсрочка или рассрочка платежа, которую дали гражданину. Каждый пункт, описанный в списке, должен иметь документальное подтверждение. Обратите внимание. Даже если гражданин имеет возможность остаться с правами при наличии задолженности на сумму свыше 10 000 рублей, он все равно должен платить алименты. Законодательство предусматривает другой вид ответственности, если у гражданина нельзя забрать право. Например, штрафы или исполнительные работы. Уклонение от ответственности не допускается. Чтобы должнику оставили право, ему нужно обратиться с иском в суд. А тяжба по исковому делу будет длиться не один месяц. В процессе тяжб у гражданина не будет прав. Зачем эти сложности? Проще просто платить своим детям. Нотариально заверенные документы имеют юридическую силу. Как вернуть право после лишения? Чтобы водителю предоставили обратно право, ему необходимо полностью выплатить деньги. После этого нужно написать обращение в службу судебного производства. Обратившемуся гражданину необходимо в виде подтверждения предоставить выписку из банка, если оплата производилась по безналу, расписку. О передаче средств наличными, если деньги передавались лично, при этом важно все заверить нотариально или иметь свидетелей. Обратите внимание, если гражданин лишится прав по желанию судебного пристава, ему придется заплатить сверхдолго 7%. После того, как оплата произведена и будет в наличии подтверждения, пристав отменяет ограничение вождения. В подтверждение этому выписывается документ о выдаче прав. На вступление решение в силу уходит не более двух дней. В орган ГИБДД передается документ о том, что гражданин допущен к вождению. Чтобы у водителя не было проблем, лучше первое время иметь при себе копию постановления. Существуют ситуации, при которых можно вернуть документ о вождении без погашения задолженности. Сотрудники Федеральной службы должны получить веские основания для возврата прав, которые отражены в части 4 статьи 67. 1 ФЗ-229 об исполнительном производстве. Не у всех водителей можно отобрать право. Должнику необходимо передать информацию с объяснениями и доказательствами работникам ФСПС. Все происходит поэтапно вот так. Плательщик алиментов пишет заявление с доказательствами, попадающими под часть 4 статьи 67. 1 ФЗ-229. Сотрудник службы взыскания принимает решение, исходя из полученной информации. Если все в рамках закона, в ГИБДД снимают запрет. Водительское удостоверение передается водителю. Через день после того, как гражданин передал документы в организацию, он может начинать пользоваться автотранспортным средством. Важно все же иметь с собой копию постановления, так как все может затянуться. Не стоит доводить ситуацию до такого печального итога. Разумнее действовать в рамках закона и совести. Ведь дети страдают не только в материальном, но и в моральном плане, если один из родителей не участвует в его жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова